В Талдыкургане зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Такая информация появилась вчера в социальных сетях. И вот буквально только что начался брифинг, во время которого главный санврач области подтвердил этот факт. Подробнее расскажет мой коллега Азад Жумаханов, который сейчас там находится. Азад, слушаем вас. Да, добрый вечер, Елеман. Да, только что закончился брифинг. Я готов поделиться информацией. Отвечу на самый волнующий вопрос жителей Алматинской области. Да, первый случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Талдыкурган подтвержден. Это мужчина, ему около 40 лет, является сотрудником полиции. Рассказал главный санврач о том, что определились 150 контактных лиц. 83 — это сотрудники правоохранительных органов, то есть непосредственно коллеги этого мужчины, который был заражен вирусом COVID-19. 11 человек были с ним в близком контакте, это его родные и близкие. Сейчас он сам отправлен в имбекш-казахскую районную больницу, где у нас расположены те люди, которые заразились вирусом, а приближенные лица все помещены на домашний карантин. Город Талдыкурган на карантин закрывать не будут, эту информацию уже подтвердили. Из-за одного случая это главный санврач сделать не может. По крайней мере, он так это прокомментировал. Будут закрыты, точнее, на карантин жилые дома, в которых проживал этот мужчина, его родные и близкие. Давайте же послушаем главного санврача, как он прокомментировал первый случай заражения вирусом в Талдыкургане. За прошедшие сутки зарегистрировано 7 случаев коронавирусной инфекции, 6 случаев в селе Киген и 1 случай в городе Талдыкурган. Во всех, значит, все больные изолированы и контактные тоже изолированы. В принципе, касательно вопроса карантина города Талдыкурган, из-за одного случая закрывать город на карантин не будем. Значит, только карантин введен в квартиры дома у больного и их родителей. Родители, они помещены в все карантинные стационары. То есть, определен круг контактных, у всех взятые анализы, сейчас находятся в работе. Сообщили и более радостные вещи. Таким образом, с 18 мая будут открыты зоны общепита, будут открыты бани и сауны, то есть не общественные, а семейные, более известные, как в народе. Будут открыты и религиозные объекты, это мечети и церкви. Но там есть определенные условия, о которых мы уже расскажем в 21.30 в нашем вечернем выпуске. В целом, на сегодня в Алматинской области к этому часу зафиксировано 191 случаев заражения вирусом и более 105 случаев, где люди уже вылечились от вируса COVID-19. Это вся информация. Елеман, тебе слова. Дорогие дороги. Полгода назад штатную единицу Аслана Умирбека сократили. Несколько месяцев Талдыкурганец искал работу, но все было тщетно. В апреле нынешнего года мужчина обратился в городской центр занятости. Взяв анкетные данные, специалисты учреждения подобрали Аслану работу. В рамках государственной программы «Дорожная карта занятости». В центре занятости мне дали направление на работу в дорожную компанию. Я пришел, отдал бумагу, и меня без проблем приняли. Работа нелегкая, но зато заработная плата нормальная. Получаю более 100 тысяч. Хорошо, что есть такая программа, как «Дорожная карта занятости». Она дает большую возможность найти людям работу. В рамках программы «Дорожная карта занятости» в Талдыкургане создадут более 300 рабочих мест. На сегодняшний день уже свыше 150 человек трудоустроены. Они ведут ремонт на 24-х дорожных участках областного центра. В целом реконструкцию дорожного полотна проведут на 97 улицах. В 2020 году мы выдали ремонт дороги и содержания в 5,1 миллиарда тенге. Сейчас почти завершается устройство тротуаров улицы Аблайхана. От Кавамбайбетра до Тупика. И улица Кунаева, получается, от Желтоксана до Алматинской трассы. И улица Мейдова, сейчас тротуар делается от улицы Желтоксан до улицы Аблайхана. Помимо ремонта дорог, предусмотрено строительство дорог в новом 8-9 микрорайоне. Общая протяженность 6,3 километров. На сегодняшний день объявлен конкурс на станет монтаж-завод. Общая сумма составляет 2,9 миллиарда тенге. Всего в нынешнем году отремонтируют почти 90 километров дорог. Реконструкцию в областном центре ведут более 10 подрядных организаций. Завершить все работы ответственные лица обещают до конца октября. Более 500 социально уязвимых семей Талдыкургана получили материальную помощь в виде товаров первой необходимости. Акцию добрых поступков организовали представители компании Якохама и спортивной школы Алимфайтерс. Подробнее в сюжете. С момента чрезвычайного положения организаторы уже обеспечили 8 тысяч семей продуктовыми наборами. Каждый входит по 25-35 килограммов самого необходимого. К примеру, мука, подсолнечное масло, макароны и так далее. Несколько фургонов с гуманитарной помощью прибыли и в областной центр. До этого времени уже успели раздать 8 тысяч продуктовых коробок. 6 тысяч из них направили в город Алматы. 2 тысячи раздали на территорию Алматинской области. С начала акции к нам поступили уже 87 тысяч заявок о помощи. В основном обращаются те, кто работает на базаре мелкими торговцами и от частных таксистов, которые остались без ежедневных заработков. Мы пытаемся помочь каждому и делаем все от нас зависящее. За время акции обеспечили нуждающихся продовольственными корзинами на 260 тонн. Мы организаторы мероприятия. Нами выделено примерно 20% от всей суммы. Остальные деньги направляют неравнодушные граждане. Минимально отправили 77 тенге. Максимально 1 миллион 300 тысяч тенге. Общий сбор превысил уже 70 миллионов тенге. Все до копейки тратится на помощь нуждающимся. Всего по равиантам поддержаны более 500 семей. Преимущественно многодетных и малообеспеченных. У меня 5 родитишек. Спасибо за акцию Добрых дел. Продукты помогут нам жить в достатке, пока не закончится карантин. Всегда нужно помогать друг другу, чем можешь. Акция Добрых дел будет продолжена и впредь. И каждый может внести свою лепту в общее дело, говорят организаторы. Илья Ман Раймбеков, Медель Джумабаев, Райк Курмабаев, телеканал ЖИЦУ. У меня на этом все. Более подробнее о сегодняшнем дне узнайте из вечернего выпуска новостей в 21.30. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»